Погода на окраинном севере крайне переменчива. Эти фотографии сделаны 10 дней назад. А это кадры в день субботника. Несмотря на ветреную погоду, площадь перед административным зданием общества начинает заполняться заранее. Но раньше всех на месте работники УЭВП. Они, как всегда, на раздаче важного. У нас есть кепки, безрукавки, перчатки, мусорные мешки, грабли, веники. В основном чаще всего берут мусорные мешки, грабли. Так было и в этот раз. Люди подходили, здоровались, выбирали себе униформу и готовились получить инструмент. Культура безопасности на практике. В стандартный набор участника субботника входит манишка, конечно, зеленая бейсболка с корпоративной символикой, перчатки, черный пакет для мусора и что-то из инвентаря. Что вы обычно берете из инвентаря? Ну, обычно я беру грабли, так как мне с ними удобно работать, привык работать я с ними. В этом году традиции субботников исполнилось 100 лет. Сейчас мероприятия по уборке территории не несут идеологической нагрузки, просто о человеке судят в том числе по его отношению к окружающей среде. Экологическая культура начинается именно с того, что с потребности убрать мусор даже в тот момент, когда тебя никто не видит. И поэтому мы уже с 2002 года проводим такие субботники и на Ямбурге, в Новозаполярном, в Куренгой. Мы тем самым ежегодно приводим в порядок более 170 гектаров подшипной нам территории. После напутствия колонны зелено-синего десанта отправились на свои участки. Схема уборки для подразделений компаний не меняется год от года, поэтому походка, уверенная погодка, солнечное равнение на чистоту. Далее только эмоции и слова, которые не расходятся с делом. И дети бросают, и родители бросают. Но, тем не менее, это меньше, чем прошлые годы. То есть, наверное, есть какая-то тенденция, что все-таки становится город чище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто потому, что я хочу видеть свой город красивым, чистым, уютным, чтобы в нем было всем тепло, интересно, чтобы это озеро всегда было таким же вот чистым. Я помню, когда-то еще в 90-е годы здесь были еще даже катамараны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы делаем мусор, мы делаем, мы убираем мусор с собой. Это жизнь, которая идет, строится, и лесенка у нас ведет дальше и дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С такого маленького возраста брать с собой, приучать к труду. И ребенок понимает, что, чтобы было чисто, надо не мусорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята все, которые здесь присутствуют, такие доброжелательные, все вышли на уборку. Я думаю, что зеленый субботник – это наша тема, что ли. Мы должны спасать эту планету. Как спасали планету работники компании в Новом Уренгое, можно посмотреть в социальной сети по хэштегу «Эко Ямбург-2019». Акцию с одноименным названием объявили на старте субботника. Итоги подведут после окончания субботников в вахтовых поселках. Ура! Через час всех, кто наполнил и отнес пакеты к месту сбора, ждало чаепитие. После него желающие могли испытать фортуну на уже традиционной лотерее. Служба по культурно-массовой работе «Газпромдобыча Ямбург-Профсоюз» и в этом году подготовила для азартных коллег розыгрыш приятных сувениров. Правила такие – берешь бумажку с номером, а потом ждешь, когда твой номерок вытащит из барабана ребенок, а ведущий объявит. Звук есть. Звук приятный. 102-102. Батарина, звучай. Аплодисменты! Главный приз в честь юбилея общества – сертификат в ювелирный магазин – логично достался женщине. Но расстроенных не было и в помине, ведь главное дело дня было сделано. Пускай удача мне сегодня не улыбнулась, но вопрос чистоты вокруг от удачи не зависит совершенно. Достаточно просто выработать у себя привычку, выбрасывать в урну даже самые крошечные вещи, и тогда таких огромных пакетов с мусором из тундры будет в разы меньше. За чистоту! Константин Портных, Дмитрий Шолохов. Новый Уренгой.